Дорожной картой принято в последнее время называть план реализации той или иной программы. В нашем случае речь идет о дороге, которая должна привести к избавлению Сочи от аварийного жилья. Этот проект уже дал курорту определенные результаты. Чаще всего речь идет о бараках, которые стали опасны для жизни. До 2017 года будет расселено более 60 таких непригодных для проживания сооружений. Обитателям ветхих апартаментов предоставляют квартиры, которые приобретает муниципалитет в новых домах. Это количество семей, которые уже получили возможность переселиться. Глава города настаивает, чтобы этот процесс контролировался постоянно и детально. На этапе прошлого и нового года запланировано переселение жителей восьми аварийных домов. Согласно закону, обитателям аварийных домов предоставляют жилплощадь в границах муниципального образования, то есть всего Большого Сочи. Сейчас продолжается и работа с предполагаемыми застройщиками, которые будут принимать участие в программе. Что касается реализации 2013-2014 года, на сегодняшний момент приобретены 228 квартир в 11-й квартирных жилых домах. Значит, 220 семей – это 660 граждан. Вообще на совещании речь шла об устройстве жизни курорта в самом широком смысле. Потому акцент был сделан и на другой программе – приведение Лазаревского района к единому архитектурному облику. Сотрудники администрации районов, которые уже работали над этим в других частях Сочи, помогут коллегам. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова